всем привет у нас сегодня 10 сентября дети у меня в школе хочу показать новый наш котенок которому нам папа привез взамен того что пропал не знаю то ли его утащили то ли он действительно смог за такой короткий промежуток убежать остались от той семейки еще вот котеночек остался и нам папа его съездил забрал он очень похож на того и что самое интересное хозяева его также назвали масиком мы сыном как пропавшего нашего котенка очень нам и не пришлось уже выбирать у него есть вот я не знаю понимает ли пусик что-то другой котенок ну наверное понимает как на них есть там может различия в запахах он к нему относится хорошо он его не пугает не шугает он наоборот к нему в первый день но этот котенок он он к пусику пока вот так это сегодня еще более-менее лояльно а до этого он весь как чертенок вздыбиться шипит урчит рычит в общем зверек о да в общем вот такое у нас знакомство я думаю не познакомиться так как и у нас сегодня дела будут мне сегодня нужно детей к окулисту сводить это я поставлю называете офтальмолог на называют врача мы пойдем опять на платный прием к тому же доктору в общем в тот день когда я снимала наш первый визит нам нужно было конечно снять продолжение но у меня просто моральных сил не осталось сегодня я уже могу об этом спокойно говорить очень я испытала шок дело в том что мы пошли смотреть в основном егора я знаю что у него плохое зрение мы это выявили буквально в первые же месяцы когда привезли детей потому что я когда ему что-то давала мелко я понимала что он пытался приблизить это поближе к себе чтобы рассмотреть в общем я поняла что у него зрение плохое мы тут же его повели к врачу выяснили что да действительно но он пока маленький входился без очков а сейчас школа и в общем сегодня мы пойдем ему очки подбирать него астигматизма глаза разные очень сложный случай вот шок испытала я из-за василиса дело в том что последний раз офтальмологу или кукулисту не знаю как теперь правильно говорить мы ходили наверное когда она у меня была еще до детского садика когда вот обходили всех врачей в обязательном порядке и перед детским садиком а потом их уже комплексно всех проверяли в саду каждый год писали там и в медицинскую карту что все в порядке здоровый ребенок эту медицинскую карту благополучно передали в школу я так понимаю что перед школой детей тоже проверили ничего мне не сообщили что там что-то не так что-то плохо и в жизни василиса никогда не жалуюсь что она что-то плохо видит потому что как бы ну не было такого чтобы она что-то не увидела и вот на приеме выяснилось что оказывается вдаль то нам нас практически вообще не видит стала с ней разговаривать яду василис но как же так вот ты сидишь вот ее посадили на вторую порту я буду ты видишь что-то с доски нет нам ничего не вижу почему ты молчишь почему-то не говоришь и вот потом только дошло то что да и не с чем сравнивать и она не понимает что это ненормально она думаешь это норма в общем я шок испытала тем что я пропустила ребенка в общем нам сразу очки подобрали сегодня я поеду их закажу придется не всех вместе с собой вести потому что снежку оставить мне не с кем поедем на автобусе уж папа у нас уехал на работу на маленькой машине я за рулем уже давно не ездила а на газели я вообще не умею ездить еще поедем на автобусе но сегодня опять погода нас радует солнышко вот мои коты застыли так в общем погода нас радует и мы прогуляемся вот и сниму покажу если нам сегодня уже готовы будут очки покажу какие очки будут вот так вот такой я родитель пропустила своего ребенка в общем я себя корю уже вот четвертый наверное день не могу спокойно с этим ходить на душе у меня неспокойно надо это пережить ну